Библейский портал экзегет.ру представляет 29-й Псалом читаю по переводу российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Надписание у него немножко необычное. Псалом Давида «Песнь при торжественном открытии храма». Какая тут проблема? Дело в том, что торжественное открытие храма состоялось после жизни царя Давида при царе Соломоне, если имеется в виду освящение храма. Ну и, вероятно, они происходили, вот эти какие-то процедуры открытия храма, ну, вход какой-то, не то, что один раз это в жизни всего было. Но Давид к этому не мог иметь отношения. Можно сказать, что храмом называется Скиния. Я бы скорее сказал, что Давидом называется царь из Давидовой традиции, что это вот, скажем так, песнь, которая относится к традиции Давида, больше, чем его личная песнь. Еще потому что то, что здесь говорится, не очень подходит к Давиду, к его истории. Давайте прочитаем потом, постараемся понять, о чем это. Воспеваю тебя, Господь, ты из ямы вытащил меня, не дал врагам торжествовать надо мной. О, Господь мой Бог! Я тебя звал, и ты исцелил меня. Из мира мертвых вывел душу мою, оживил меня сходящего в могилу. Верный Господу, пойте ему, славьте имя святое его. Гнев его на один миг, а милость его на всю жизнь. Вечером слышался плач, а утром настанет радость. В одни благоденствия думал я, что падение мне вовек не грозит. О, Господь, когда была на ту воля Твоя, то делал меня могучим, как гора. Но вот ты отвернулся, и я в смятении. Я возвал к тебе, Господь, и взмолился владыке моему, что польза тебе от смерти моей, от того, что в могилу сойду. Разве прах вас славит тебя, расскажет о правде Твоей. Услышь, Господь, и помилуй меня. О, Господь, будь помощником мне. Плач мой ты обратишь в ликование, снимешь рубище с меня и облачишь в веселье. Мое сердце будет тебя воспевать, не умолкая. Буду славить тебя вечно. О, Господь мой Бог. Ну, здесь, смотрите, некий могучий человек, который переживает временное падение, потом его величие восстановлено. У Давида были, конечно, такие эпизоды, но Давид скорее говорит о том, что изначально он ничтожен, но Господь его возвеличил. Изначально деревенский пастушок, а в конце великий царь. Поэтому это больше подходит какому-то царю, который, скажем, заболел, или у него произошла какая-то большая проблема, там, восстание, война с сильным противником, что-то еще. Но это неважно, потому что мы в любом случае примеряем эти псалмы, скорее всего, на себя. И вот история, когда у нас было все хорошо, потом вдруг стало все плохо, но Господь каким-то образом это все исправил. И здесь, вообще-то, скорее это говорится о болезни, о какой-то смертельной опасности. Оживил меня сходящего в могилу. Да, и дальше он говорит, разве прах восславит тебя, что пользует тебя от смерти моей? То есть, получается, что он просит о жизни, вообще, кто бы из нас не хотел прожить подольше, желательно еще и посчастливее, но подольше тоже очень важно. Вот он просит об этом не как о какой-то милости, не как о заслуге своей, я хороший, пожалуйста, пожалей меня, продли мои дни, но как о себе он говорит, как о том, кто возвещает о нем, кто восславляет его. То есть, прах не расскажет о правде твоей. Если я умру, то, что я делаю сейчас, рассказываю о правде твоей, ну, если не прекратится, по крайней мере, уже не от меня это придет. Вот это очень интересная вещь. Вот смотрите, человек настолько привык ценить свою жизнь, особенно современный человек, что ему кажется для всех очевидной ценность его жизни. Ну, так и есть в современном мире, врачи борются за спасение, там, скажем. Во время даже военных операций стараются сократить потери среди гражданского населения, среди своих солдат, да и среди враждебных солдат тоже, в общем, не стремятся убить как можно больше народу. Человеческая жизнь — великая ценность, а для псалмопевца это неоднозначно. Ему нужно придать этой ценности какое-то оправдание. Он придает, я тебя восславляю, я рассказываю о твоей правде, поэтому моя жизнь ценна, а не сама по себе. Другой масштаб ценностей, да, другая иерархия ценностей. Иногда, конечно, верующие впадают в противоположную крайность, они вообще начинают отрицать ценность индивидуальной человеческой жизни. Только вот там наша религия, конфессия, церковь, вот она значима, а мы все пешки. Но это тоже абсолютно не библейский подход, потому что псалмопевец говорит Богу, кто тебя будет прославлять? Вот я прославляю. Он не говорит, наша конфессия, церковь, община и так далее. Он говорит, я, да. В диалог с Богом вступают личности, потому что Бог — личность. И вот здесь он так об этом и говорит. Плачь мой, ты обратишь ликование, снимешь рубище с меня и облачишь веселье. Не то, что ты перевыполнишь план по проповедям или почему-то еще, а вот я для тебя небезразличен, тоже очень важная вещь, которую псалмопевцы мы постоянно читаем. Он уверен в том, что он для Бога ценен, что Бог с ним вступает в личные отношения. Вот то, что далеко не у каждого человека верующего получается осознать. У него очень часто есть коллективная его принадлежность, и в псалмах очень много об этом. Народ твой, Иаков, Израиль и так далее. Это без конца будет повторяться. Но вот эти начальные псалмы, они гораздо более про личность. В них есть тоже упоминание народа, безусловно, но говорит отдельный человек. А мне кажется, это тоже очень важно, что для псалтири все-таки первична личность. Хотя вообще в древнем мире обычно первичен народ. Человек себя осознает через свою принадлежность к этому народу, как его частицу, и в том числе и израильтянин. Но в псалтире все-таки личность первична. Народ невероятно важен, эта личность к нему принадлежит. Но народ складывается из таких личностей. И особенно подробно будет вот эта личность нам явлена в следующем 30-м псалме, где будет довольно много просьб. Продолжение следует...